Это Prime Time. С вами я, Лена Забарсиитова. У нас в гостях руководитель Управления Федеральной Службы Государственной Статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас. Я тоже рада принимать участие на вашей передаче. Поговорим о всероссийской переписи населения. Завтра Крым впервые примет участие в ней. Насколько наш полуостров готов к этому в условиях нынешних коронавирусных ограничений? Ну если говорить с позиции Крымстата, то мы готовились к этому мероприятию более двух лет. Подготовили им планшетные компьютеры, программу, готовили переписной персонал. Обучение проводилось среди наших уполномоченных, то есть среди тех, кто будет руководить этим процессом. То есть шла большая подготовительная работа. Подготовились средства информационно-разъяснительной работы. Мы работали непосредственно в соцсетях, на сайте у себя. Работа подготовительная огромная. Да, Крымстат к проведению работы готов. И мы понимаем, что перепись у нас пройдет с 15 октября по 14 ноября. Это уже завтра. И мы понимаем, что достаточно такой напряженный период мы попали с периодом проведения переписи. Но тем не менее мы учитываем ситуацию, которая сложилась с эпидемией. И наши, во-первых, мы предлагаем форматы бесконтактные переписи впервые за всю историю. Это первый аспект, который следует учитывать. Ну и второе, конечно, наших переписчиков мы будем максимально защищать. Ну а нашим гражданам остается только посоветовать тоже носить масочки, перчатки, что, собственно говоря, рекомендовано очень широко. Все-таки такой масштабный опрос на территории республики проводится впервые. Какие сложности можете отметить при подготовке к ней? Я немножко скорректирую относительно того, что впервые. Мы в 2014 году в составе Российской Федерации, будучи уже, провели перепись первую, тогда еще в Крымском федеральном округе, и она тоже была сплошной. То есть здесь мы, пожалуй, немножко имеем какие-то преференции в части периодичности проведения переписи населения, поскольку в России, да и во всем мире традиционно проводится перепись один раз в 10 лет. Но у нас вот здесь в силу обстоятельств 7-летний перерыв произошел. Ну, следует отметить, что особенность переписи, данные переписи, это прежде всего, как я сказала, возможность дистанционно переписаться. Как это будет происходить? На портале госуслуг с завтрашнего дня будет вывешена такая иконка, да, перепись населения, и каждый, кто имеет или имеет учетную запись, или тот, кто намерен ее получить, может ее получить. Помощь здесь у нас МФЦ может быть предоставлена в плане регистрации, либо если человек продвинутый, ему помогут дома, он это сделает, и может зайти вот в это окошечко и переписаться согласно анкеты переписного листа. Ну, это формат бесконтактный, как мы говорим. А вообще у нас переписаться можно будет тремя способами. Ну, первое, все-таки будем говорить через интернет, через портал госуслуг. Будем его считать в приоритете, поскольку он нам дает возможность не контактировать с переписчиком. Второй, будет переписчик, конечно, обходить дома в обязательном порядке, в соответствующей экипировке, я об этом еще немножко дальше расскажу. Вот, это второй способ переписи. Зайдет переписчик с планшетом, и планшет, все на те же вопросы, которые у нас и на портале госуслуг, на те же вопросы, наш крымчанин может ответить и вот таким способом, с помощью непосредственного контакта с нашим переписчиком. Ну, и последнее, заключительное. Если по какой-то причине мы не хотим пускать переписчика в дом, можно прийти на переписной участок. Мы будем ходить, наш переписчик будет сходить листовочками, и если кто-то будет против переписи контакта, значит, мы оставим обязательно листовку, где будет указано, где ближайший переписной участок, адрес и телефон. И ждем по этому адресу человека, который хотел переписаться, допустим, вдали от дома. Какие вопросы ждут крымчан? Вопросы, они несложные на самом деле, все очень простые вопросы. Вопросы, которые носят совершенно такой, ну, я бы сказала, бытовой, возможно. Вопросы социальной направленности, вопросы демографической направленности. То есть никаких подводных камней или каких-то подспудных вопросов. Сразу говорю, переписную листей нет. Конечно, сразу мы должны назвать свой возраст, пол в обязательном порядке. И, собственно говоря, дать некоторые сведения о семье. Муж, жена, дети, количество детей обязательно. Вот потом нужно сообщить все-таки, а какое мы имеем образование в данном случае. Вот это важно для общества. Мы должны будем сообщить, если мы заняты или не заняты. То если заняты, какой род деятельности у нас? В каком виде экономической деятельности мы заняты? Об этом тоже скажем. Еще один вопрос, который касается благосостояния населения. Вопрос об источнике доходов. Подчеркиваю, не о размере доходов, чего боятся многие. Вот считая, что за этим неминуемо стоят какие-то дополнительные вопросы, налогообложения и так далее. А по уровню дохода мы не спрашиваем. Ну и, собственно, домыслы относительно налогообложения совершенно беспочвены. Потому что мы никакому фискальному органу информацию по результатам переписи не передаем. Мы ее тут же передаем на сервер Росстата. И там информация собирается по срезам, по направлениям учета и агрегируется в целом по Республике Крым, в целом по нашим населенным пунктам и ничего другого. То есть наша информация, конкретная информация конкретного человека отнюдь не просматривается никак. То есть за свои данные не следует беспокоиться. Во-первых, они в надежных руках. У нас планшет защищен. Там соответствующая специальная программа «Аврора». Может быть, о ней наши крымчане слышали. Это наша отечественная программа. И планшеты наши изготовлены в Ивановской области. То есть мы поддержали в этом смысле отечественного товаропроизводителя. И программка очень надежно защищена. Это если мы будем записывать информацию, переписчив, записывать ее на планшете. И что касается портала «Госуслуг», то соответствующая информация. Информация анкеты заполняется, и она тут же перемещается на сервер в Росстат. То есть она не остается на портале «Госуслуг». И, конечно, абсолютно недоступна какому-то стороннему пользователю. Вот тут опасения совершенно не нужны. Вот, собственно, такой способ переписи. Если вдруг человек не хочет по каким-то причинам отвечать на вопрос, он может его пропустить? Да, вы знаете, я так скажу, что заполнение анкеты, ответ на вопросы всероссийской переписи населения абсолютно добровольны во всех отношениях. Особенно вот хотелось бы говорить, что вопрос, касающийся национальности. Ведь этот вопрос относительно национальности, он вот столь досконально и профессионально не изучается ни в каком другом обследовании. Только органы государственной статистики задают его один раз в 10 лет, когда проводят перепись населения. И, в принципе, это защищено и статьей Конституции Российской Федерации. Это право на самоопределение и в части национальности. То есть человек, крымчанин в нашей ситуации, отвечает на него совершенно по собственному, как ему позволяет самосознание, совершенно добровольно. То есть здесь никакого давления, никаких подсказок со стороны переписчика быть не должно. И уж если человек, ну, по какой-то причине не хочет отвечать на вопрос, то, повторяюсь, перепись — дело добровольное. А бывает такое, что люди ответили как-то некорректно, возможно, некоторые могут и пошутить. Вот что делать с такими ответами, учитываются ли они? Вот что касается корректного ответа или некорректного, мы здесь оценки не даем. Почему? Потому что мы, когда проводим перепись, мы не требуем никакого документа наших респондентов. И вот идет непосредственная встреча переписчика и лица, проживающего в том или ином домовладении. Все. И так, как он ответил, так и будет зафиксировано. Есть, правда, вот эти шутливые ответы, либо так некоторые отдельные лица самоутверждаются, когда называют национальности весьма-таки чудные. У нас такое было и в переписи 2014 года. Но, к счастью, это было не так много ответов, когда называли себя и таврами, и скифами. И кто-то говорил, а вот запишите, пожалуйста, иракез. Именно так. Вот такое требование. Ну, возможно, это относится к категории шуток. Но, к счастью, Крым в этом плане отличался от других субъектов, которые проводили перепись в 2010 году в Российской Федерации. У нас вот этих шутливых ответов было не так много. Но, естественно, мы таких людей с таким названием национальности относим к разряду прочих. То есть мы человек, засчитывается, как ответивший. Но, естественно, мы всерьез не воспринимаем такого рода классификацию. И я думаю, что вот тот, кто меня сейчас слышит, наверное, поймет правильно, что в данном случае, наверное, вот излишне возможно, если это не убеждение, а просто шутка, поскольку результаты этой переписи очень важны для нас, для всех. Я вот уже упоминала, когда мы говорили с журналистами относительно того, что очень хороший девиз избрали, слоган для переписи «Создаем будущее». Ну, потому что то, что мы соберем, то, что мы отработаем в процессе переписи за вот этот предстоящий месяц, все это соберется в очень такую интересную картинку, в такой очень объемный материал, в объемную характеристику о нашей республике. Вот. Мы будем знать и полувозрастной состав, мы будем знать с вами, какой у нас уровень образования на самом деле. Вот. Мы будем понимать по доходу, по уровню дохода, как мы соотносимся с средним, со страной, с другими субъектами. И можно будет, я вот еще не упомянула, всего 23 вопроса в анкете. И плюс еще есть дополнительные вопросы, которые отдельно касаются жилищных условий, жилья и благоустроенности этого жилья. Будем понимать, насколько у нас у крымчан благоустроено жилье, насколько люди обеспечены этим жильем. То есть это толчок нашей информации, которую мы получим, она толчок для того, чтобы можно было подумать в дальнейшем нашему сообществу крымскому. А как нам дальше развиваться? Не только сообществу. Это на сегодня такая база, платформа, исходный материал для того, чтобы были приняты взвешенные и эффективные управленческие решения. Вот. Это очень важно. Собственно говоря, данные статистики, я бы сказала, это тот исходный материал, на которых мы все-таки в дальнейшем будем устраивать свое благополучие. И вот здесь, я думаю, совершенно безбоязненно, я уже объяснила немножко выше, почему, поучаствовали в обязательном порядке в переписи, чтобы данные были, безусловно, полными. А основное устремление, конечно, переписать каждого жителя в Крыму, но с тем, чтобы была информация исключительно достоверная о том или ином населенном пункте в Крыму. Потому что, опять же, когда развиваются сети водопроводов, газификации, даже вот такие элементарные бытовые вещи, ведь это все учитывается, а сколько же в данном населенном пункте проживает людей. И поэтому избегать, я считаю, что просто нецелесообразно, избегать переписи. А это перепись для нас с вами. То есть можно сказать, по итогам переписи мы создадим свое будущее? Конечно, конечно, именно так. И самое главное, что я, возможно, это не сказала, называть себя необязательно. Если кто-то сомневается, да, мы не будем настаивать на том, чтобы, допустим, внесенепременно сказал человек, назвал свое имя, фамилию, там, отчество. Вот это не столь обязательно. Он может сказать, что я на сегодня глава семьи, да, вот я муж, у меня есть жена, у меня трое деток. Вот, пожалуйста, вы их перепишите. А еще с нами там, допустим, проживают родители, там, бабушка, дедушка. Их, конечно, тоже переписать нужно будет всем. Будем надеяться, что крымчане осознанно подойдут к переписи, и все у нас будет хорошо. Это очень важно. Это очень важно, чтобы мы действительно это сделали, сделали достойно. И, собственно говоря, вот это кирпичик, который вот в ту стену благополучия, надежности в Крыму нужно, чтобы каждый заложил, конечно же. Спасибо. Спасибо вам за беседу. Вам спасибо. Это был Prime Time. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова